Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас последний месяц трансферного окна, но мы уже никого не будем покупать. Максимум это, ну, отдадим некоторых игроков в аренду. У нас, например, там Полина вроде еще осталась без клуба, потому что... Ну, я не вижу ее в будущем, примерно, нашего клуба. Ну, всякое получится, потому что сейчас у нас Вова на травме, поэтому я не знаю, может, придется оставить Полину. Посмотрим, в общем. Сегодня у нас всего лишь пять матчей, но... Причем два очень серьезных. Это суперкубок у нас против Манчестер-Сити, потому что мы выиграли кубок Англии, а они, скорее всего, премьер-лигу. И также в чемпионате у нас тоже матч против них. Ну и вот, пока что Лига Европы еще неизвестна, но в этом выпуске мы узнаем уже наших соперников. Пока что главные трансферные сделки это Артур в Арсенал перешел именно в наш чемпионат. И Карди перешел все-таки уже за деньги в ПСЖ, и Невис ушел из Вулверхэмптона в Интер. Что я хотел все-таки сделать? Это я хотел купить самого там дорогого скаута молодежного. Вот, нам еще и повезло. Есть все пятизвездочные. Ну и будем с вами подписывать российских футболистов. Давайте на полгода мы ему дадим. Там сказали вообще без разницы. Давайте мы плеймейкер, наверное, какой-нибудь, потому что у нас всегда всякие такие проблемы с полузащитниками есть. Вот, а у нас так стоит задача, вот, развитие молодежи, увеличить рейтинг одного игрока. В Молодежной Академии минимум на пять единиц. Ну, а после того выпустите его пять раз на поле, либо с замены. Вот, посещаем пресс-конференцию. Перед матчем Суперкубка с Манчест Сити мы их выбили, получается, в четверть финале. Также Малединов к нам перешел из Локомотива. Он, ему уже время освоится, потому что он не будет здесь играть пока что, этот матч. А вот Головин покажет, он в старте у нас будет. Также Дивейф, я тоже не знаю, где он сейчас у нас. Вроде он у нас во втором составе. Давно не заходил на запись этого ролика. Ну, давайте пробежимся здесь. Да, Вовы раз у нас нету, поэтому теперь у нас Полина тут во втором составе. Ладно, состав вы вроде как знаете. Смотрите, я даже, опа, смотрите, что я заметил. У нас теперь Кучаев уходит из этого состава. У нас попадает Миша Меломед, у него рейтинг уже 73. Это замечательно. Ну и тогда во второй состав вместо Миши мы ставим Константина. Все. Вот такие вот у нас пока что деяния в составе происходят. Все будет зависеть от тех, именно кто рейтинг повысит себе, тех мы и будем повышать. Даже если и меня, Масаковский, то наберет 75, у меня такая станет 74, то я, естественно, перейду во второй состав. Все, трансферы так и остаются. Мы играем еще как бы в роли хозяев поля. Давайте, так уж и быть, домашнюю форму. Вот такой наш состав. Здесь у нас сразу получается, ну что, два игрока, которых мы покупали. Дзюбу мы в прошлом сезоне купили, Головина, а в этом все. Таких трансферов здесь нет. Здесь есть Дивей во втором и Жамалединов. Все. Ну что же, мы готовы, поехали. Итак, разминается вот сайт нашей игроки Артем Дзюба практически одного. Вы посмотрите, он одного роста стоит с Максимом Мельником. Тут они все одного роста. Но Дзюба там метр девяносто восемь, где-то девяносто шесть. А Максим у него рост там метр семьдесят три где-то. Но вот это вот тоже баг почему-то. Не проработала это Electronic Arts, что вот на таких вот предматчевых тренировках игроки все одного роста. Вот он он, этот Community Shield. Суперкубок Англии. Дебрёни в тени. Прям как Неймар в тени Месси был. Но поехали. Дебрёни. Накунагуэро. И забивает все-таки Сити. Забивает. Двадцать моя минута. Долг мне не смог сейчас вообще ничего сделать. Даже мы держали Кунагуэро, но нет. Все равно Пеп Гвардиола на нас обижен, естественно, за то, что мы их выбили из Кубка Англии в прошлом сезоне. Поэтому сегодня они прям настроены. Раммакер снова на Меламеда. Отлично. Дзюба. И Дзюба 1-1. Артём Дзюба сравнивает что-то в матче Суперкубка против Манчезер Сити. Своё, естественно, коронное его празднование. И всё. Первый гол Артёма Дзюбы в составе нашего клуба. А вот он именно здесь на корпусе, на своём, не пустил игрока, чтобы попробовал у него отобрать мяч. Это Ляпорте, кстати, был. Так что своим корпусом Дзюба замечательно здесь сыграл. Дзюба ведь мечтал заиграть в АПЛ. И вот перешёл замечательный клуб Прессон и забивает первый гол за них. Неплохо Раммакер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спокойно здесь Жоаканцело. Головин неплохо. Снова Бернардо Сильва. А тут Сане. Но всё-таки всё равно. Ну, вы посмотрите. Каждый удар Сити залетает. Где сейчас был вообще Довгни? Я не понимаю. Довгни у нас лучший был голкипер в составе в прошлом. Хоть и Кривохарченко поехал даже в сборную России на чемпионат Европы. Но всё равно. Почему? Ну, понимаю, что накрыли. Но так нельзя играть Довгни. Головин. И Александр Головин. Это 2-2. Наши два главных приобретения. Точнее, ну, новичков этого сезона. Забивает. И вот Александр Головин. Сравнивает счёт. Снова наши игроки. Получается у них это сделать. Замечательно. Головин здесь убрал. Ещё и левый в ворота Эдерсон. Ну, всё замечательно. Головин. Просто супер. Не зря мы его подписали. Это наша самая дорогая сделка за два сезона. Дюбу мы вроде как бесплатно вообще даже подписали. Головина даёт на меня. Ну, а мне остаётся что? Мне только бежать всегда и остаётся. И 3-2. Я забиваю за Престон. Давно. Давно я не забивал за Престона. А тут ещё и гол именно решающий. Практически может стать ключевым. Потому что вывел я вперёд Престон за весь матч впервые. Но это отлично. Ушли мы здесь просто замечательно. Решили пробить. И хороший ещё удар. Наш первый гол за Престон в этом сезоне. Нет, второй вроде. Мы забивали в предсезонном турнире. Если я ничего не путаю. Мишин. Неплохо. Отлично. Дзюба на Матвея. Дальше отдаёт. Матвей. Дзюба. И Головин 4-2. Как же сейчас мы всё сделали. Это просто какая-то тики-така, друзья. У нас прям получилось. Александр Головин забивает дубль в своём первом официальном матче за Престон. Дзюба замечательно даёт здесь голевую. Классно принял ещё и Головин. Замечательно он ещё и позицию-то выбрал. Чтобы именно Эдерсон чуть-чуть в другую сторону ворот сместился. Ну и там открыл для него замечательный этот угол. 68-ая минута. 4-2. Второй тайм. Точно за Престоном. Победа 4-2. На Манчестер-Сити. Мы уже второй раз в нашей с вами, друзья, карьере обыгрываем Сити. Гвардиола снова нами повержен. Как и в Кубке Англии в четвертьфинале в прошлом сезоне. Ну и всё. Супер Кубок Англии наконец-то наш. Точнее, ну не наконец-то. Это вообще наша первая попытка, друзья, с вами была. И вот оно идёт награждение. Головин действительно игрок прям матча был. Забил дубль. Мог сейчас хэтрик в концовке оформлять. Ну и замечательно. 4 мяча забили Сити. Пропустили, конечно, 2, но всё-таки Сити нам тоже показал, как они умеют играть. Ну и Шмельков. Капитан нашей команды. Лучший защитник прошлого сезона по оценке. Замечательно всё. Второй наш трофей в Копилке. Это действительно, друзья, заслуженно. Это заслуженно. Мы отыграли очень хорошо второй тайм. В обоих причём забили по 2 мяча. Но зато второй, наверное, более убедительно отыграли в защите. А Головин-то немного чем-то похож сейчас на Матвей. Я вот сейчас смотрю. Головин слева вроде как стоит, а Матвей справа, да. Ну вот она, естественно, фотография с трофеем. Не знаю, что прям Дов мне так радуется. Он пропустил два таких тупых вот удара. Голкиперы что-то в этом сезоне очень плохо играют. Хоть и Кривохарченко даже был вызван в сборную России. Он у нас практически слил в полуфинале предсезонного турнира. Всё. Даже не побежим сейчас к болельщикам на Уэмбле. Но замечательно. Лучший игрок, естественно, Александр Головин. Пять ударов у нас было в створ, четыре залетело. Замечательно. Ну что же. Почему Дивейв не получил шанс дебютировать? Ему нужно время освоиться. Дальше что? Жамалединов. Ему нужно время освоиться. Головин. Мы нашли свой талисман, будем говорить. Спасибо на этом вопрос и подошли к концу. Всё. У нас теперь вот оформление чемпионата Англии. Я рад, что вы решили меня продать. Бюрки. Наше мнение совпадает. У меня тут игра. Я рад, что вы решили меня отдать в аренду. Я просто подбираю варианты. Продолжаю упорно работать. Я может вообще Баумгартнера. Ну а что? Зафиг мне Баумгартнера выпускать. Он игрока аренды у нас. Так. Давайте я заново выставлю нам на тренировки. Про. Вингеры у нас тут, да? Так. Ну я бы покачал, наверное, всё-таки второй состав. Масаковского, например. Мне надо прямо сейчас качать второй состав. В первом я уверен, всё-таки он вон сити вынес. Что тут? Ну, Жамалединов я не знаю, стоит ли качать. Давайте покачаем. Дальше. Полузащитники у нас. Во втором составе самый низкий. Да я, наверное, Ярослава покачу. Всё-таки Кучаев это реальный игрок. Может быть и сам вытянет. А вот именно наши игроки должны качаться. Здесь Полину, наверное, всё-таки 17 лет. И 71 уже рейтинг. Ну и во вратарях. Сейчас мы посмотрим. Давайте я всё-таки Добня до 85-го бы докачал. Если получится, конечно. Потому что Добня даже с 80-го рейтинг пропускает от Сити. Это странно. По трансеру никаких изменений не было. У нас мы тоже не будем никого приобретать. Мы просто ждём. Так. В центр состава я зайду. Так, гляну. Кого мы всё-таки там. В списке аренды Полина. Я удалю пока из аренды. Она не удаляется теперь. Ну, будем отклонять, значит. Попросил о трансере Буренков убрать из списка. Нельзя. Так. В аренде у нас Баумгартнер. Так. Дальше, дальше. Он выставлен на трансер. Это правильно. Также вот, например, насчёт Юлия я могу сказать. Но она, походу, лидер уже и главный трансер такой Кёльна. Раз всё-таки ей дали даже 10-й номер, друзья. Вы видите сейчас. Не знаю, что насчёт Джимальдинова, но обычный номер 25-й для нападающего. Может быть, как-то усилит он команду. Не знаю. У нас игра против Бёрнли. Я, наверное, буду упускать всё-таки второй состав. Хоть как-то рейтировать. Потому что мы первым всё время играть. Это не дело. Когда у нас следующая игра? У нас через неделю против Нью-Касла. Тут я, наверное, всё-таки... Ну, не знаю. Я посмотрю сейчас, да. Сыграв с Бёрнли. Поехали. У нас пресс-конференция. Команда, мы готовы к бою, к борьбе за выживание. Он покажет, на что способен. Ну и про Дивеева тоже скажем. Всё-таки раз мы решили выпустить второй состав, дебютировать хоть когда-то надо. Мне кажется, Бёрнли – это именно тот соперник, равный практически, мне кажется. Кавани тут в Тоттенхеме. Халк. Серьёзно, Халк в Вестхеме играет? Я сейчас просто гляну. Халк. По ходу, да? Да, Халк играет в Вестхеме. Но он завершает карьеру уже. Так что можно было его вон подписать. И на сезон его взяли. Вот такие дела. Сейчас у нас прибыль, кстати, она повышается. Было там что-то 22. Минус. Мы в минусе были в хорошем. Но вот именно у нас абонементы качаются. Продажи футболок, головины дзюба просто нам повышают прибыль. Мне кажется, у нас хорошая будет прибыль. В нашей карьере стримовой у нас стояла такая задача. Это прибыль, чтобы было 18 миллионов. Тут у нас уже за футболки он 11 лямов. Поэтому вот он наш состав. Я давайте всё-таки, наверное, Серёгу поставлю. Я не знаю, кто из них по статам лучше. Здесь Ярослав. А вот если между Серёгой сравнивать и Ярославом. Здесь Ярослав. Всё-таки бы Ярослав действительно бы поставил на Цапника. Посмотрели бы мы. Ну и всё вроде. Игрокам замены пойдёт. Всё, вот такой мы собрали состав с вами. Против Бёрнли он сыграет. Капитан здесь Дивеев. Вот. Потому что Казанский перешёл в первый состав. Из-за того, что Мишин получил у нас травму, к сожалению, на тренировке. Итак, выездной матч. На Тюрфт-Мур мы играем. Дождь ещё на стадионе. Поехали. Ну что же, друзья. Наш первый матч в английской премьер-лиге. И стартуем мы его именно вторым составом. Против Бёрнли, мне кажется. Но середняк Бёрнли такой тоже борется, наверное, за выживание. Поэтому равным составом, если выйти вторым, то, может быть, всё-таки получится. Хорошо сыграть. Поп на воротах. Попе. Вроде как. Хотя напомню, я только что говорил. Лучший ассистент. И вот Джамалединов. На него Козлов отдал передачу. И Козлов уже по пустым просто, можно сказать, пробивает левой ногой. Первый гол Андрея Козлова в премьер-лиге. И он забивает. Отлично. Запомним для себя, кто забил за Престон первый гол в АПЛ. Очень хорошая передача Джамалединова. Да, не точно, конечно, немного. Но опасная была. Но Козлов успел. Всё-таки это наш лучший бомбардир прошлого сезона. Ну и пропускает Бёрнли дома. Андрей Козлов. Первый гол в премьер-лиге. Отличная Вазян. Газон тоже мокрый, друзья. Не будем про это забывать. Масаковский с мячом. Что сейчас творит, а? И Козлов! Два просто таких вот передачи. Две передачи. И два удара от Козлова таких. Именно от фланговых наших вингеров. И получилось это сейчас опасно. Конечно, было так. Но сработало. Проткнул Козлов. Забивает дубль. В попе сегодня очень плохо играет. Дубль Козлова в первом же матче в АПЛ. Ну и всё замечательно. Второй состав у меня действительно прям рулит. Входит штрафной Укучаев. Подает на Козлова. И это хэт-рик. Хэт-рик Андрея Козлова в первом же его матче. Бомбардир возвращается даже в том плане, что Дзюба у нас в составе. Но всё равно Андрей Козлов забивает хэт-рик. Да, Дзюба, конечно, ещё не играл в АПЛ. Он сыграл только в Суперкубке Англии. Но всё равно Козлов сразу ставит такие рамки, что даже чтобы купили Дзюбу, я выиграю конкуренцию. Ну и замечательно. Андрей Козлов забивает свой третий мяч в первом же матче. Центр на вятки, на вятки. Айвазян, Айвазян. И Айвазян забивает 4-0 за штрафной. Все, наверное, голы сейчас с Козлова просто уходят. И лучший гол сейчас забивает именно Серёга. Очень хороший прям удар пошёл. В нижний угол за штрафной. Просто вот посмотрите, а. Убрал здесь игрока. Пробивает с подкрутки ещё и прям в нижний угол, друзья. Очень классный гол забивает. И 4-0. Престон грамит Бёрли на выезде. Первый гол Серёги в Премьер-лиге. Наша первая разгромная вообще, ну просто первая даже наша победа. В Премьер-лиге над Бёрли на выезде 4-0. Козлов забивает хэт-трик. Поздравляем его. Очень всё классно, друзья, в сегодняшнем матче получилось. Лучшим игроком становится здесь Андрей Козлов. 10-0 у него оценка, 6 ударов и 4 в воротах. Жамальдинов очень здорово смотрелся. Давайте лишнее давление не нужно, успокоим всех. Дивеев тоже, поэтому лишнее давление ему не нужно. Почему Буренков так и не вышел? Конкуренция это здорово, потому что он играл прошлый матч против Сити. Что за вопросы вообще? Вот, у нас оценка 7-5. Мы сейчас главная команда в АПЛ. Проводим очередную тренировку. Ловкость прокачал Ярослав. Ну, неплохо все отыграли, конечно, этот матч. Это шедевр просто был. И почему-то вот действительно только единственное предложение. Это по мне пришло из ПСВ. Всё. Это было странно. Против Ньюкасла я, пожалуй, сыграю тогда первым составом. Против Кристал Пелоса, который мы тоже выиграли. Изменения в расписании. Кристал Пелоса перевыносится. Новая дата. Ну-ка. Ага, тут кубок. Караба у нас появился. Так что первый, первый, второй. Придётся так, наверное, играть, да? Итак, по Скворцову пришло предложение по аренде из Лацио. Между прочим, друзья, ну давайте начнём переговоры. Лацио – это замечательный клуб, который сейчас-то в чемпионате Италии в одну очко всего лишь отстаёт от Ювентуса. Так, ну на сезон, да? Мы только на сезон готовы отдать. Так, что-то тут они в нашу, кстати, что-то пользу лезут. Нет, 60 на 40 вашу именно. Они согласились. Но сейчас смотрим, что будет именно по Скворцову. Примет ли он предложение. Это можно ему чуть попозже. Итак, у нас нарисовался матч. Ещё один в августе. Это против Викомбы Вандеры. Ванде, как он правильно там? Вандерерс. В Кубке Карабау, не знаю, это, наверное, вообще первый раунд самый. А может быть и нет, потому что мы всё-таки в АПЛ играем. Это второй тур. Но тут команды, да, тут и Тоттенхэм, вон, тут уже видно, есть Ливерпуль. Так что здесь все начинают, наверное, с команды из АПЛ со второго тура. Так что у нас будет здесь играть второй состав. С Кристал Пелосом и с Нью-Каслом у нас сыграет первый. Ну и Сити, естественно, тоже первый. Играем снова на выезде, но играем первым составом. Я надеюсь... Так, смотрим каждый матч, теперь будем отсматривать. Айвазян в рейтинге повысился. Но у Миламеда тоже 73, так что пока что оставляем всё как есть. Не будем пока никого менять. Проводим мы наш первый матч первым составом в АПЛ. Снова на выезде против Нью-Касла. Теперь играем в стадион Стейджеймс Парк. Поехали. Ну что ж, друзья, наш второй тур в чемпионате Англии. Играем мы сегодня на выезде против Нью-Касла. Мы обыграли 4-0 Бёрнли тоже на выезде вторым составом. Козлов забил хэтрик, забил также Сергея Айвазян. Сегодня у нас Дзюба впервые дебютирует в АПЛ, так же как и Головин, так же как и многие другие игроки нашего сегодня первого состава. Козлов сразу же навязывает конкуренцию новичку Дзюбе, хотя и Дзюба выше рейтинга. Вот, поэтому посмотрим, как сегодня Дзюба сыграет свой первый матч в АПЛ. Нью-Касл, Престон, поехали. Ну и не успевает здесь еще Рамакер за Едлином. Давайте уже за Казанского здесь, чтобы передача лишь бы не прошла в центр. Отлично. Нет. Нет, все-таки мы пропускаем, а. Восьмидесятая минута. На вот таком вот добивании практически сыграл игрок Нью-Касл. Но мы пропускаем. Когда-то это должно было случиться. Очень хорошо играли обе команды. Ну и Дзюба там, скорее всего, тоже сейчас получит желтую за подкат к Голкиперу. Не точно еще и вынес. Ну и здесь Шмельков не точно и вынес не точно. И не смог грамотно накрыть сейчас этот удар. Первое наше, друзья, поражение в АПЛ от Нью-Касла. Проиграли мы на выезде. 1-0. Ну обидно, конечно, но хотя бы играли на равных. Моментов мы создавали много. Что там по статистике нам покажут? Шесть у нас ударов. Два всего лишь створ. Но Нью-Касл все свои удары точно наносил. Поэтому смогли забить. К сожалению для вашей команды. Так, забили в последние минуты. Они лучше играли. Мы так это скажем. Все-таки раз забили, значит лучше. Нашей уверенности ничто не угрожает. Но действительно, мы на равных играли. Он прекрасный игрок. Раз забил. Все, мы будем толерантно относиться. Все. Скворцов еще одно предложение. Здесь уже, ох, Манчестер, Юнайтед по Скворцову. Ну давайте тоже начнем. Это наш все-таки конкурент в АПЛ. Я бы мог, конечно, отклонить. Вдруг нам Скворцов там забьет, выйдет. Мы принимаем аренду. Снова они 40 на 60. Да что ж такое-то. Но я бы все-таки на место Скворцову перешел бы в МЮ, естественно. А вот МЮ хочет прям ровно 50 на 50. Ладно, мы соглашаемся. Так уж и быть. Предложение такое классное. Лацо и МЮ. Вот мне бы такие в карьере предложения давали. Как-то в аренду именно. Проводим следующую тренировку. Вяткин прокачался 73-й. И Полина теперь 72-й рейтинг. Что у нас по трансферам? Все так же пока что и остается. Скворцов сдан в аренду. Но только куда? Сейчас мне интересно. Так, Трушечкин. Фенербахче. Мы отклоняем бюрки в рейтинг за... Это мало. У него 900 стоимость. Хотя бы 950 сейчас попробуем сделать. Если нет, то будем по рыночной. Деньги нам нужны. Это прибыль хоть как. 950 тысяч фунтов. А, это у нас в евро здесь, да. Соглашается. Рейтинг, ну ждем. Так, Буренков. Так, что там еще там было? Куда все-таки Скворцов-то перешел? Отклонил, естественно, лацию. Переходит в МЮ. Правильно сделал Роман Скворцов. Все, теперь Роман Скворцов игрок Манчестера Юнайтеда. Так, у нас домашняя игра против Кристал Пелоса. Я буду играть первым составом. Они у меня вроде как тут сохранились по консистенции, можно так сказать, своей. По рейтингу я смотрю, но никто здесь прям не поднялся, не опустился. Поэтому играем снова первым составом. Наш первый домашний матч в АПЛ. Это замечательно. ЗАА мы видим здесь. Еще и Ливий на стадионе. Поехали. Ну что же, наш третий матч в английской премьер-лиге. Сегодня мы принимаем Кристал Пелос. Команда серьезная. У них есть замечательный форвард ЗАА. Он мне действительно очень симпатизирует в этой команде. Ну и наш вот бедненький вот такой стадион. Скажу, почему вообще. Либо он у нас так и был, либо я его выбрал. А в ФИФе... Да, давно это было. Много лета. В ФИФе... В ФИФах, просто можно так сказать. Когда был в Санкт-Петербурге «Зенит», это мой любимый клуб. Он постоянно до того, как переехал на Газпром-арену, играл на Петровском. И поэтому ФИФа сделали им вот такой вот подобный стадион. Стадион 23 мая. Он издевается. У нас это школа 127. Все. Это школа, в которой я учусь. Поэтому наш домашний, так сказать, стадион. Меломед. Головин. Неплохо. Головин. Мельников! Вот такую пушечку сейчас засадил. Отлично. 1-0. Первый гол у Максима Мельникова в премьер-лиге. И мы выходим вперед. И кто как не я, естественно, первый сейчас побежал к нему. И вы посмотрите, тут такие пушечные удары пошли. Я, кстати, стал замечать. Смотрите. Удар пошел. И ворота от этого удара поднялись и немного переместились. Тут на повторе будет видно. Я вам покажу. Я это стал замечать в последних матчах. Именно на вот таких вот стадионах. Вот, смотрите. Стоят ворота ровно. Вот от такого удара. Вот видите. Они вот, как вам показать. Вот отсюда, наверное, будет видно. Они поднялись и переместились. Вот это вот как-то вот странно. Конечно, не такие прям пушечные удары сейчас были. Но все равно. Вот. Поднялись и опустились. Переместились немного. Но мы обыграем, во-первых, тренера бывшего сборной Англии. Мельников. Неплохо. Дзюба. На Головина. И Головин. И это 2-0. Это 2-0, друзья. Забивает Александр Головин. Наши два замечательных полузасидника. Максим Мельников и Александр Головин. Забивают сегодняшний матч. И все. Счет 2-0. Мы играем дома. Естественно, дождь. Потому что это Англия, друзья. Это Великобритания. И здесь замечательно, во-первых, собирал сейчас Дзюба. Просто шикарно отдал пас. Ну и Александр Головин. Забивает свой первый, если я не ошибаюсь, мяч в английской премьер-лиге. Вроде как для них, да, первый. Потому что прошлый матч для них был дебютный против Касла. И здесь никто и не забил. Уверенная победа наша над Кристал Пелосом. 2-0. Забили Головин и Мельников сегодня. Интересно, кто будет лучшим игроком. Вот. Единственные два момента. Ну и Максим Эльников лучший игрок. У нас 2 удара, 2 в створ и 2 гола. Замечательная статистика. Кристал Пелос, такой же сильный клуб, как и ваша команда. У вас были сомнения в этой победе? Мы всегда готовы к худшему, но действительно. Сегодня мы уверенно победили. Ну, точно на следующем матче. Не будем ничего говорить. Мы просто играли всю игру. Я вообще... Ну, Келли, ну что-то, Макехил хорошо играл. Поэтому ничего такого. У нас сейчас матч в Кубке Карабао против Викомбы. Мы вроде в прошлом сезоне вылетели сразу из Кубка Карабао в первом же матче. Но тут играем против Викомбы. Так, надо успеть тренировку провести. Бюрки отлично продан. Игрок, который там как-то быстро вернулся из аренды. Поэтому мы его смогли продать в рейдинг. У нас очередная тренировка. Довня качается. Позицию рефлексы прокачал. Мусаковский там более-менее. Иска купили в Баруси Дортмунд за 61 миллион 700. На миллион меньше, чем Икарди. Ну и жеребьевка Лиги Чемпионов. Я так понимаю, она прошла. Значит, там и Лига Европы завтра-сегодня должна примерно быть. У нас домашний матч против Викомбы. Мы, естественно, играем. Все матчи. Играем вторым сегодня составом. Расстановку вы видите. Ну, тут из игроков никто так и не прокачался. Поэтому мы оставляем этот состав. Поехали. Итак, наш матч домашний. Наш домашний стадион, друзья. Мы играем первый матч в Кубке Карабао. В прошлом году мы сыграли всего лишь один матч. Мы вылетели вроде с счетом 2-1. И тогда забил как раз единственный этот гол. Я помню, потому что я немного монтировал лучший гол Кубка Карабао. Именно забил Тимур Жамалединов. Единственный гол, поэтому мы и признали его лучшим. Итак, поехали. Престон Викомбы. Кубок Карабао. И все-таки мы пропускаем. И пропускает сейчас Сергей Кривохарченко, между прочим. Мы пропускаем от Викомбы. Вот так вот. От Сити мы тоже пропускали. Тут еще и Викомбы. Ну, ладно. Онь-Ень-Динма. Где-то такое лицо я видел уже. Может, знакомый даже игрок. Ну, вроде и здесь тоже проиграли свой прошлогодний Кубок Карабао. Тоже в первом туре мы вылетели. И Козлов сравнивает. Отлично. 1-1. И у нас есть еще шансы. Во втором тайме мы быстро разобили. Есть шанс сейчас выйти вперед. И побороться дальше за Кубок Карабао. Теперь у нас состав более-менее сплоченный получился, рейтинговый. Поэтому будем здесь бороться за каждый турнир. Раз мы все-таки выиграли Кубок Англии в прошлом сезоне. Так что можем здесь побороться. Ну, и Козлов забивает свой первый гол в Кубке Карабао. Отдает на Кучаева. Кучаев, на Масаковского. Масаковский, ты умеешь это делать. И забивает от штанги 2-1. Масаковский выводит нас вперед. В этом сезоне мы все-таки в два раза больше забили мячей в Кубке Карабао, чем в прошлом. Тогда забил только Тимур Жамалединов. И он стал лучше, между прочим, голым. Потому что он единственным был в Кубке Карабао. Поэтому сразу же мы ему отдали эту премию. Даже без всяких там голосований. Но здесь замечательно. От штанги забивает Михаил Масаковский. Мы выиграем теперь дома у себя 2-1. И выше, наконец-то, мы вперед против Викомбы. Очень хороший удар в такой подкрутке от штанги. Замечательно. Все залетело. Первый гол в Кубке Карабао. И Козлов 3-1. Забивает Андрей Козлов в дубль. И все. 8-6 минута. Мы выигрываем Викомбы дома с счетом 3-1. И мы проходим в третий тур Кубка Карабао. Это очень приятно. Давайте еще Головина выпустим тут, чтобы не травмировался никто у нас. Ну и второй мяч Козлова в Кубке Карабао. И на Козлова подача здесь Вяткин 4-1. Не знаю, запишет ли на меня этот ассист. Но как-то странно здесь все было. Но Вяткин. Замечательный удар. Очень красиво получилось. Не зря все-таки себя выпустил. Хорошую подачу получилось сделать на Козлова. Но там я дальше вообще не понял, что было. Подача здесь все-таки... Ну, вроде как должна на меня голевая записаться. Там не дотрагивался вроде как никто из игроков. И замечательный удар Ярослава Вяткина в падении еще. Супер. Первый гол Вяткина в Кубке Карабао. И все. Разгромная победа. Пресса на 2 комбо. Мы проходим в третий тур Кубка Карабао. 4-1. Дубль забил. Сегодня Андрей Козлов. Забивали еще Ярослав Вяткин и Михаил Масаковский. Лучшим игроком является Андрей Козлов. И я бы сейчас бы клянул насчет голевой. Нет. Не записали на меня голевую, к сожалению. Но да ладно. Итак. Поздравляем с победой. Игроки молодцы действительно. Козлов стал героем. Забил 2 мяча. Поздравляем его. Для них это несправедливый результат. Но они выигрывали. И тут 4 мяча пропустили. За второй тайм. Но это обидно. По трансферам пока что так и остается все топ-3. Ну и у нас матч последний в августе против Манчестер-Сити. И прошла скорее всего вот жеребьевка Лиги Европы. Сейчас 8 сообщений. Что-то прям многое нам пришло. Давайте все прочитаем. Игроки отправятся в сборную. Головин, Жамалединов, Джуба Буренков, Рамакер, Довбня, наконец-то, Козлов и Казанский отправляются в сборную России. Изменения в расписании это все. Тут, например, со Стоком перенесется с Гиллингхемом, с Ливерпулем, с Бормутом, с Ангемтоном, Эвертоном, Тоттенхемом и с Челси. Но это все, потому что мы попали в Лигу Европу с прошлого сезона. Я еще не смотрел, с кем мы будем играть. Играем мы на выезде, между прочим, сейчас против Сити. Играем мы на выезде против Сити. Еще раз повторюсь, Сити тоже там что-то проиграли свою одну игру из первых трех. Четвертый тур. В рейтинге никто не поднялся, поэтому никого повышать я и не буду. Поехали. Итак, наш последний матч в сегодняшнем выпуске. Матч против Сити. Мы уже с ними играли в начале, так сказать, Сити. Начали Сити и завершим. Теперь уже матч в премьер-лиге. Играем на Этихаде. Интересно будет. Все-таки это первый наш серьезный соперник в лиге. Поехали. Ну и вот тот-то проходит. Все. Этого не остановить. Ну и Жезус, естественно, забивает. 1-0 снова Сити нам забивает в этом сезоне первыми. Ну здесь ничего не сделать. Быстро они убежали вот в контратаку. Ну и Жезус забивает Престону дома. Бернардо. Ох, отлично. Бернардо. Сильва нет. Все-таки все равно. Ну вот все. По ходу здесь все-таки это работает, что настрой абсолютно разный был у игроков. Сити в АПЛ это абсолютно другая команда, нежели чем в Кубке Англии, либо в Кубке. Супер Кубке. Ну это все. Они очень хорошо играют. Поэтому заслуженно мы сейчас сгорим 2-0. Дебрюйне. Ну еще и Дебрюйне вот так вот забивает. Где вообще сейчас был долг мне, я не понимаю. Громит на Сити за все то время. Ну вы посмотрите. Вроде как и держал уже угол. 3-0, друзья. Стерлинг с мячом. Подача. Ой-ой-ой, еще и Гюндаган. Ну это 4-0. Это брависсимо Гвардиоли. Отомстил он нам за все эти два поражения, которые мы нанесли ему за наши два сезона пока что. В Кубке и в Супер Кубке Мельников. Отлично Головин отыграла. И Дзюба. Хотя бы один мяч мы отыгрываем Артем. Дзюба. 4-1. Дзюба вроде как забивает свой первый мяч в премьер-лиге. И снова Дзюба забивает Сити. Снова Дзюба забивает Сити. Замечательно здесь сыграл и Головин. И левой еще и ногой Дзюба забивает. Первый гол Дзюбы в премьер-лиге. Ну это красота. Ну это красота. Это кто Бернардо Сильва такой сейчас пробил. Это Гюндаган даже пробил. Но я от него такого не ожидал. 5-1. Ну это посмотрите что это за ударишь. Он здесь накрутил, навертел. И решил еще и сам пробивать. И в самую девятку. В самую девятку. Долг мне просто сегодня пошел прям на расстрел. 5-1. Наше первое разгромное поражение за сезон. Можно так сказать. Вот Сити мы получили такой пинок. Точнее пощечину. Такую чтобы мы проснулись. Не надеялись на то что мы Сити еще раз будем обыгрывать. Два раза мы их обыгрывали из трех. Ну вот. Сейчас 5-1. Ну хотя бы Дзюба у нас забил. По статистике. Ну вообще все равно. Только по точности ударов. И все. Только они реализовывали свои моменты. Манчест Сити классная команда. Мы с... Так. Соперники играли лучше. Но это действительно. Они лучше играли. Будем все про это говорить. Он прекрасный игрок. Ну такой галешник еще и дубль нам забил. Гюндаган. Поэтому здесь просто молчаливые аплодисменты. Дриблинг у Жемалединова 80. Вот. Мы сейчас посмотрим как там еще сейчас МЮ сыграет. Это ладно. Сколько мы потратили. Мне вот сейчас вот интересно. Вот они мы. Мы потратили 40 миллионов с половиной. И прибавил нам Симпсон, Ефремов, Максов, Гапонов, Бюрки. Дали нам 8 миллионов 130 тысяч евро. Ну, Галавин, Жемалединов и Дивеев. Дзюба нам вообще бесплатно досталась. Так что вроде как нормально все. Нам предложение. По Буренкову все так же Фенербахче пытается подписать. Мы отклоняем. Я не знаю, когда можно будет еще раз с Буренковым переподписать контракт. Это вот очень обидно, что и переподписал вроде, а он все равно хочет уйти. Предложение у нас по Кривохарченко, кстати, пришло. За 27 миллионов 900 тысяч хотят купить у нас Кривохарченко. В Астанвилу нет. Спасибо. Ну и все. Завершили мы трансерное с вами, друзья, окно. Трансферное окно закрыто. Ну и давайте вот теперь вот уже мы можем поговорить, что вообще произошло у нас с трансферами. Подведем такую жирную черту. Ну и начнем. 13.07 мы с вами отдали в аренду Жемалединов. На игроках мы тоже сейчас остановимся. Те, которые у нас ушли в аренду. Симпсона мы продали за 230 тысяч евро. Галавина мы подписали за 29 миллионов. Замечательный стат. И вон у него. Ефремова продали в Кагент за 3 миллиона 700. Вроде как все у него нормально. Дивеева подписали за 4,5 миллионов. Продали. Подписали все так же Жемалединово. Это практически на замену было Ефремову. Вот. Дальше Максово мы продали за 1,750 миллион. Продали Гапонова за 1,5 миллиона. В Бристоль. Удачи ему в чемпионшипе снова. Что у него там по статам? Ну он подкат. Ну это все его прям зелененькие хорошие. Юлю мы отдали в аренду. В Кёльн. Отдали Скворцову в аренду в МЮ. И в Бюрке мы продали за 950 тысяч евро. Мы заходим теперь в состав. И смотрим. Во-первых мне надо поменять Меламеду. Номер. Потому что ну как-то 9 это не солидно. Второй тоже. Что там есть какие-нибудь. Вот 12 например пойдет. Давайте мы посмотрим по всем тем игрокам. Что у нас произошло. Кто там ушли по арендам. Мишин Вова. 5 недель ему осталось. Так что немножко еще подождем. Кто ушли у нас по арендам. Мы сейчас их посмотрим. Юля Лобанова получила 10 номер в Кёльне. Поэтому мне кажется она прям там классная такая нападающая. Ну 10 номер это очень хороший. Да и Кёльне выступает сейчас в Бундеслиге. Тоже посмотрим и в конце как они все-таки там сыграют. Скворцов в Манчестере на этот у нас перешел в аренду. 34 номер. Но это тоже опыт хороший. Скворцов у нас второй был нападающий в команде. Но и получил нерегулярную роль в составе. Да он бы у нас нерегулярным был бы. У нас Козлов и Дюба. Но если что мы попробуем отозвать Скворцова из аренды. Если там не дай бог травма у Дюбы. Либо у Козлова будет. Джамалединов. Игрок со Соло. 25 номер получил. Все. Так же мы посмотрим. Здесь он прям перспективную роль в составе получает. Все что я хотел сказать. Также мы сейчас подводим итоги месяца. Мы будем в каждом конце выпуска подводить наши итоги. Смотря на таблицы. Мы сейчас идем на девятые строчки. У нас две победы. Два поражения. Плюс один. Разница мячей. Челси. Четыре победы пока что имеют. Но и до первой строчки у нас вот 6 очков отставания. Здесь мы победили. Будем теперь каждый выпуск это вспоминать. Кубок Англии только здесь начинается. В третьем туре мы встретимся против Гелингема. Кубок Арабао. А они между прочим прошли Морком. 1-0 во втором раунде. И сейчас глянем. Они вообще с первого раунда участвуют. Они Кембридж вынесли 2-1. Вынесли Морком. И теперь вот в третьем туре встречается против нас. Лечи здесь победили по пенальти 5-4 Бреши в предсезонном турнире. Ливерпуль здесь победил в суперкубке Манчестер Юнайты 2-0. Ну и смотрим. Лига чемпионов у нас. Атлетика Наполи. Монако-Спартак. Ну вот. Монако теперь без головина. Спартак. Да вроде мы кого-то там у них. Мы никого из Спартака вроде и не забирали. Барселона, Аякс, Леон, Локомотив. Локомотив теперь вот без Жемаледдинова. Бавария, Севилья, Брюги, Динамо, Киев. Манчестер-Сити, Дорнанд, Лацио, Зайсбург. Кстати, в Лацио мог перейти Скворцов и попал бы на Сити бы в Лиге чемпионов. Тоттенхем, Байер, Бенфик и Динамо, Загреб. Интер, Реал, МЮ, где играет наш Скворцов. Селтик, Ливерпуль, ПСЖ, Лейпциг, Бешикташ. И Ювентус, Арсенал, ПСВ и ЦСКА. Откуда мы забрали Дивеева. И все, вроде мы оттуда только. Идем в Лигу Европы. Это наш уже турнир. Я закрою глаза. Мы, скорее всего, в группе Б, походу. Рома, Пау, Генг, Малимо. Гладбах, Престон, Рейнджерс, Ласк. Мне кажется, вот здесь мы с Гладбахом должны выходить. Челси, Гладасара, Виктория, Плезень, Йонг, Бойс. Милан, Медипул, Башик, Шахир, Панфианайкос, Дандалк. Шальки, Андерлеги, Геймарай, Шмельды, Лиль, Гент, Утых, Миддлэнд. Порто, Славия, Фейнор, Тлеч, Познан. Валенсия, Брага, Ройл, Анверб, Лузерн. Атлетик, Бильбао, Спортинг, Славия, Прага, Тироль. Бетис, Фенербахча, Зек, Опенгаген. Вольфбург, Сентитент, Робзонспорн, Штурм, Грац. Марсель, Аталанта, Базель, Брондбю. Все. Также мне еще интересно вам, друзья, показать по тем игрокам, которых мы не продали. Приходили какие предложения? По Криво Харчин. Давайте самого первого. Это по мне приходило предложение из ПСВ за 14,5 миллионов. Меня хотели подписать в чемпионат Голландии. Мы, естественно, всех игроков, друзья, с вами оставляем. По Буренкову, который так и стоит на трансфере, два предложения из Турции. Вот. Приходили из... Так. Как посмотреть-то? Почему нельзя? А, можно. Трабзонспор за 6,800 и 9,5 фенербахчи. Также Фенербахче хотели подписать у меня Трушечкина за 9 миллионов. Мы отказали. И за 27,900,000 хотели купить у меня Криво Харченко в Астон-Вилл. Все, друзья, на этом вы увидели нашу группу на Лигу Европы. Посмотрим, с кем мы будем тут. Вот. Такие у нас матчи. Вестхэм. Потом Рейнджерс в Лиге Европы. Сток. Гиллингем. И Уотфорд. Но пока что это 5 матчей. Может быть, 6-й добавят. Но здесь хотя бы матчи сборной вряд ли должны добавить. Все. Прямо на первом же числе я останавливаюсь. Хотя, ладно, давайте дойду до матча. Может что-нибудь еще. Вот. Кстати. Это замечательный ежемесячный отчет о моих молодых игроках. Плеймейкеров я решил собирать. Поэтому все игроки 90+, Рейгены, я их беру. Остальных отказываю. Ну вот двоих мы уже с вами взяли. Замечательно. Все. На этом. Ведем дальше. Боливия нам предлагается тренером сборной. Мы отклоняем. Я бы только вот действительно либо сборная России, либо топовая сборная Европы какая-нибудь. Но может быть и в... Нет. Наверное, только вот в Европе я бы и остался. Никакие там Бразилии я бы не стал бы тренировать. Так. Ну что, начнем. У нас есть... Давайте также зайдем сразу. Мне интересно там по рейтингам посмотреть на наших молодых игроков. А у нас есть Нахимов 53, есть Твердовский. Ну вот я бы Твердовского бы покачал. Нападающий нам нужен вместо Дзюбы практически, можно сказать. Вот. Будем Рейгена вкачать. Тяжело поставим. 60 будет, я его подпишу в команду. Ну и давайте здесь тоже Рейгена возьмем. Я как только у них будут рейтинги 60, я их подписываю и пытаюсь дать там в аренду. Пусть они там играют пока что. Здесь у нас что? Ну, Вяткин прокачался. Давайте уж Кучаеву тогда дадим шанс. Еще же он как самый низкорейтинговый игрок. В центральных защитниках здесь у нас... Давайте Дивеева. Все-таки у него из защитников всех низкий рейтинг 71. Ну и во вратарях я все-таки хочу докачать Довню до 85-го. А там уже будем Кривохарченко качать. Сразу же прокачались наши Рейгены. Владение дриблинг и завершение такой же позиции у них. Ну, быстро должны качаться наши парни. По бомбардирам пока что нас здесь нету. Мане пять мячей забил. Трушечкин говорит в хорошей форме, хочет играть. Мы подумаем, скажем. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Андрей, канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok